Дорогие радиослушатели, мы начинаем чтение книги Его Божественной Милости, Бактивиданты, Свами Прабхупады, «Жизнь происходит из жизни». Предисловие Для людей, привыкших думать, что все, что говорят современные ученые, проверенная и доказанная истина, эта книга будет большой неожиданностью. Жизнь происходит из жизни представляет собой серию диалогов, где в импровизированной манере подвергаются критическому разбору некоторые из широко распространенных теорий, предубеждений и методов современной науки. В этих диалогах один из величайших философов и ученых нашего времени, его Божественная Милость, Бактивиданта, Свами Прабхупада, обнажает скрытые и ни на чем не основанные допущения, которые лежат в основе популярных в наше время представлений о происхождении и смысле жизни. Эта книга составлена из записи бесед, которые Шрила Прабхупада вел во время утренних прогулок с некоторыми из своих учеников в 1973 году в окрестностях Лос-Анджелеса. Вопросы, связанные с наукой, во время этих прогулок Шрила Прабхупада обсуждал, как правило, с одним из своих учеников, доктором Тудамом Сингхом. Химик-органик по профессии, доктор Сингх в настоящее время руководит Институтом Бактивиданты, Международным Центром Углубленных Исследований в области естественных наук, философии и теологии. В каком бы уголке земного шара ни оказывался Шрила Прабхупада, каждый день, рано утром, когда в воздухе разлиты прохлада и тишина, закутавшись в теплый чадр, он уходил на продолжительную прогулку, разделяя эти интимные моменты своей жизни с небольшой группой учеников и последователей. Иногда в эти утренние часы он молча любовался окружающей природой и почти не разговаривал с ними. Но бывали дни, когда он говорил много и увлеченно на самые разные темы. В этих беседах он демонстрировал, что философский анализ вовсе не обязательно должен быть скучным и заумным, что он может быть острым, как скальпель, позволяя проникать вглубь любой сферы жизни. Сочетание глубокого ума, духовной проницательности и необыкновенного остроумия, присущих Шриле Прабхупаде, делало его анализ ярким и беспощадным, обнажая то, что обычно скрыто от глаз поверхностного наблюдателя. Беседуя со своими учениками, он то бросал им вызов, то поощрял их, поражал своей эрудицией и учил их, заботливо введя к более глубокому пониманию действительности. Шрила Прабхупада 1896-1977 годы известен во всем мире как писатель, ученый и духовный наставник, а также как посланец великой культуры Индии, впервые открывшей ее для многих людей Запада. В книге «Жизнь происходит из жизни» Шрила Прабхупада выступает в роли философа и общественного критика. С философской строгостью и обезоруживающей откровенностью он обнажает не только методологическое несовершенство современной науки и ее тщательно маскируемую предвзятость, но и непроверенные и неподдающиеся проверки, произвольные допущения, которые ученые выдают доверчивой публике за строго доказанные факты. Так Шрила Прабхупада развеивает туман материалистических и нигилистических мифов, который под видом науки застилает глаза современным людям. Введение Наука Истина И вымысел Откуда вы знаете, что непрерывный прогресс науки не вынудит ученых считать, что вечно не материя, а жизнь? Кто знает, может быть, через десять тысяч лет человек склонится к тому мнению, что материя, скорее всего, произошла из жизни. Луи Пастер Были времена, как в сказке, когда большинство из нас верило, что продукты, которыми мы питаемся, В основном доброкачественные, полезные и не содержат опасных химикатов. Когда мы доверяли рекламе и надписям на упаковке продуктов, превозносящим их замечательное качество. Были времена, когда мы верили в честность людей, возглавляющих государство, высокопоставленных государственных деятелей и местных чиновников. Были времена, когда мы считали, что наши дети получают хорошее образование в государственных школах. Были времена, когда мы верили и в то, что атомная энергия будет использована в мирных целях и не принесет никакого вреда счастливому и здоровому обществу. Однако не так давно наши иллюзии рассеялись. То и дело нам приходится слышать, как пищевые концерны обманывают покупателей, как заводы и атомные электростанции сливают в реки радиоактивные отходы, а продажность политических лидеров уже вошла в поговорку. Все это не оставило и следа от нашей прежней наивности. Теперь ни для кого не секрет, что с помощью средств массовой информации можно с невиданным доселе мастерством создать завесу обмана и иллюзии. Так что никто не сможет отличить истину от лжи, реальность от подделки. Ученые дольше всего умудрялись сохранять безупречную репутацию рыцарей истины, затворившись в своих недоступных для простых смертных башнях из слоновой кости. Из всех прочих сфер деятельности человека науке отводилось почетное место заповедной земли, на которой пересекаются пути искателей истины и ее распространителей. Ошеломляющий технический прогресс и достижения современной науки окружили ее ореолом непогрешимости. Уильям Ирвинг Томпсон в своей книге «Очерки о земле» пишет, «Так же, как раньше невозможно было усомниться в авторитете религии, не рискуя быть проклятым, сегодня невозможно поставить под сомнение авторитет науки, не рискуя прослыть невеждой или безумцем». Однако на самом деле ученые, занявшие все ключевые посты в системе образования, в промышленности и правительстве, давно уже известны своим умением сочетать научные исследования с личными убеждениями, пристрастиями и амбициями, подгоняя под них полученные результаты. Когда это происходит, поиск истины подменяется псевдонаукой со всеми вытекающими отсюда последствиями, искажениями фактов, фабрикациями и подтасовками. К сожалению, этот антинаучный метод применяется и в одной из самых фундаментальных областей научного поиска исследований природы и происхождения жизни. Однако это не мешает людям слепо принимать на веру непроверенные и неподтвержденные гипотезы ученых о происхождении жизни. Некоторые ученые пропагандируют представление о том, что человек является лишь скоплением лишенных сознания молекул. Однако они не в состоянии объяснять, каким образом обыкновенные молекулы могут испытывать радость от встречи с любимыми людьми и горе от расставания с ними. На недавней выставке в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе демонстрировалась витрина, целиком уставленная ампулами и пробирками. В каждой из них было по одному химическому веществу, найденному в теле человека. В пояснении говорилось, что, несмотря на тот факт, что все эти вещества действительно содержатся в человеческом теле и представлены в соответствующих количествах и пропорциях, их нельзя считать живыми, и нет такого научного метода, с помощью которого их можно было бы оживить. Майкл Полиани, автор атомных реакций, пишет «Современная биология основана на предположении, что феномен жизни можно целиком объяснить с помощью химии и физики. А физика и химия в конечном счете могут быть сведены к описанию сил, обеспечивающих взаимодействие между атомными частицами». Вот в чем кроется причина наших ущербных представлений о человеке, низводящих его до уровня либо бесчувственного автомата, либо клубка слепых страстей. В этом причина того, что наука так легко превращается в послушный инструмент в руках тоталитаризма и стала неисчерпаемым источником опасных заблуждений. Сегодня многие ученые пропагандируют теорию, согласно которой жизнь произошла из материи. Научно-популярные книги и учебники утверждают, что жизнь возникла из химических соединений, входивших в состав первичного бульона, аминокислот, белков и других необходимых веществ. Однако наука не может доказать эту гипотезу ни экспериментально, ни теоретически. Фактически вся теория зиждется исключительно на слепой вере ученых, которые не могут поколебать никакие научные аргументы. Физик Хьюберт Йоки с помощью своей теории информации доказал, что даже одиночная молекула белка цитохрома, не говоря уже о сложных организмах, не могла возникнуть случайно за все время, которое, по оценкам ученых, существует Земля. Он пишет. Необходимо заключить, что, вопреки всем принятым и существующим на сегодняшний день теориям, сценарий, который описывал бы зарождение жизни на Земле как результат случайности и основывался бы при этом на фактах, а не просто на вере, еще не написан. Сходным образом, некоторые ученые поддерживают широко распространенное мнение о том, что Солнце, звезды, планеты, галактики и сознательная жизнь неожиданно возникли в результате Большого Взрыва. Доктор Эдвин Годвин, биолог из Принстонского университета, сравнивает вероятность возникновения такой планеты, как наша, в результате Большого Взрыва с вероятностью возникновения полного словаря английского языка в результате взрыва типографии. Известный биолог Торп пишет «Нельзя исключить возможности того, что проблема происхождения жизни, так же, как и проблема происхождения Вселенной, станет камнем преткновения для науки, преградой, о которой будут разбиваться все наши попытки свести биологию к физике и химии». Эйнштейн отмечает «Всякий, кто серьезно занимается наукой, убеждается в том, что законы Вселенной несут на себе отпечаток высшего разума, разума, настолько превосходящего человеческий, что мы с нашими скромными возможностями должны благоговейно склониться перед ним». Жизнь происходит из жизни с помощью простой логики показывает, что жизнь нельзя свести к атомам и молекулам, и материя сама по себе без помощи жизненной силы, то есть духа, не способна произвести жизнь в любой форме. Мы надеемся, что эта книга заставит ученых задуматься и побудит их посвятить себя иному, более честному и страстному поиску истины, чтобы их разум, средство и труд принесли истинное благо миру. Тудам Дамодар Синг Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Его божественной милости» Бхакти Виданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги «Его божественной милости» Бхакти Виданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Первая утренняя прогулка Записана 18 апреля 1973 года в парке Чевиот-Хиллс, Лос-Анджелес. Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Тудам Дамодар Синг, Карантхара Дасадхикари, Брахмананда Свами и другие ученики. Жизнь на других планетах Шрила Прабхупада Даже на солнце и луне есть живые существа. «Каково на этот счет мнение ученых?» Доктор Синг «Они говорят, что жизни там нет» Шрила Прабхупада «Ерунда! Там есть жизнь» Доктор Синг «Они говорят, что на луне нет жизни, потому что не обнаружили ее там» Шрила Прабхупада «Почему они верят в это?» «Планета Луна покрыта пылью, но даже в этой пыли могут обитать живые существа. Любая атмосфера пригодна для жизни. Любая!» Поэтому в ведах живых существ называют «сарвагатах», что означает «существующее в любых условиях». Живое существо нематериально. Несмотря на то, что оно заключено в материальное тело, оно нематериально. Но когда мы говорим о разных атмосферах, то имеем в виду разные материальные условия. Каранхара «Они говорят, что атмосфера луны непригодна для жизни. Но единственное, что они вправе утверждать, это то, что она непригодна для той формы жизни, которая нам известна». Шрила Прабхупада «В ведах говорится, что живое существо не зависит от материальных явлений. Его нельзя сжечь, разрезать, иссушить или намочить. Этот вопрос обсуждается в Багавадгите. Доктор Синг. Ученые считают, что их знания о жизни на нашей планете должны быть приложимы и к жизни на других планетах». Шрила Прабхупада «Да, они думают в первую очередь о самих себе. Они мыслят очень узко, исходя из условий, в которых находятся сами. Мы называем это философией доктора лягушки. смех». В одном колодце жила лягушка. Услыхав однажды от приятеля о существовании Атлантического океана, она спросила, «А что такое Атлантический океан?» «Это огромный водоем», ответил он. «Огромный? Неужели в два раза больше моего колодца?» «О, нет, гораздо больше», ответил приятель. «Во сколько раз больше? В десять?» Так лягушка продолжала свои вычисления. Но можно ли надеяться понять, насколько огромен Великий океан, если делать это подобным образом? Наши возможности, опыт и мыслительные способности ограничены. Все рассуждения ученых в конечном счете не приводят ни к чему, кроме лягушачьей философии. Карантхара «Они очень дорожат так называемой научной добросовестностью, которая подразумевает то, что они могут опираться только на свой непосредственный опыт». Шрила Прабхупада «Вы можете говорить о своем опыте, а я о своем, но чего ради я должен считаться с вашим опытом? Если вы глупец, то что же, я должен по-вашему превращаться в глупца? Может быть, вы лягушка, но что, если я кит? Чего ради я должен мерить все масштабами вашего колодца? «У вас есть свой метод научного познания, а у меня свой». Доктор Синг «Не обнаружив воды на поверхности Луны, ученые сделали вывод, что там не может быть жизни». Шрила Прабхупада «Они не видели всей поверхности Луны». «Предположим, сюда прилетит кто-нибудь с другой планеты, приземлиться в Аравийской пустыне и вернется назад. Сможет ли он составить полное представление о природе всей Земли? Его знания будут неполными». Храндхара «У них есть прибор, который может обнаружить воду. Они говорят, что запускали его на орбиту Луны и пришли к выводу, что там нет воды, а следовательно не может быть и жизни». Шрила Прабхупада «Даже если действительно там, как на солнце, нет воды, все равно там есть живые существа». «Как растет кактус в пустыне, казалось бы, совершенно без воды?» Храндхара «Он получает ее из атмосферы?» Шрила Прабхупада «Да, потому что в атмосфере есть все необходимые для поддержания жизни элементы земля, вода, огонь, воздух и эфир. Эти элементы присутствуют в любом материальном объекте?» «Например, в моем теле есть вода, хотя вы ее и не видите». «Откуда исходит это тепло?» «Вы не видите огня?» «Разве можете вы видеть, как огонь горит в моем теле?» «Тогда откуда же берется тепло?» «Как на это ответить?» Вселенная ватами Шрила Прабхупада Материя это сочетание пяти грубых элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира и трех тонких ума, интеллекта и ложного эго. Каранхара согласно ведической науке материальная энергия начинается сложного эго, которое затем преобразуется в интеллект, потом в ум, а следом за этим в грубые элементы эфир, воздух, огонь и так далее. Получается, что вся материя состоит из одних и тех же первоэлементов, правильно? Шрила Прабхупада Возникновение материальной вселенной подобно тому, как из крохотного семени вырастает огромное дерево баньян. Никто не способен увидеть дерево в этом семечке, но в нем есть все необходимые для развития дерева, включая разум. Фактически тело каждого подобие вселенной. Ваше тело и мое тело это разные вселенные, маленькие вселенные, поэтому в наших телах, как и во вселенной, представлены все восемь материальных элементов. По аналогии с этим тело насекомого тоже вселенная, Каранхара, а атом, Шрила Прабхупада, к нему применима та же формула. В атоме тоже присутствуют все те же компоненты. Это значит, что независимо от размеров материального объекта, он состоит из одних и тех же первоэлементов. Это справедливо повсюду в материальном мире. Точно так же, как наручные женские часы имеют все необходимое для нормальной работы, так и муравью дан соответствующий мозг для того, чтобы он мог прекрасно справляться со своими проблемами. Как такое возможно? Для того, чтобы как следует ответить на этот вопрос, необходимо скрупулезно исследовать ткань муравьиного мозга. Но вы не сможете этого сделать. Более того, есть бесчисленное множество насекомых меньше муравья. Таким образом, должен существовать некий механизм, осуществляющий эту разнообразную деятельность. Но ученые не могут его обнаружить. относительность и знания Шрила Прабхупада Все живые существа наделены разумом, необходимым для осуществления четырех основных форм деятельности питания, сна, совокупления и самозащиты. Эти четыре принципа присущи даже атому. Человека отличает от всех остальных только наличие дополнительного интеллекта, с помощью которого он может познать Бога. Это единственное отличие. Еду, сон, половую жизнь и самозащиту можно видеть повсюду. Вы видели, как растут деревья. На суку кора не растет прямо. Она растет вокруг него. Шрила Прабхупада делает жест, показывая, как кора растет вокруг сука, а не на нем. Дерево сознает, если расти в этом направлении, я натолкнусь на препятствие, так что я выберу другой путь. Но где у дерева глаза? Как оно может видеть? Оно обладает разумом. Этот разум, возможно, развит не до такой степени, как у вас, но, тем не менее, это разум. У ребенка тоже есть разум, хотя не такой развитой, как у его отца. В свое время ребенок получит тело взрослого, и тогда его интеллект полностью разовьется и проявится. Доктор Синг. В таком случае разум понятие относительное, Шрила Прабхупада. Да, все относительно. У вас свое тело, своя продолжительность жизни, а у муравья своя. И мы, и муравей живем сто лет, но продолжительность этих сто лет зависит от нашего тела. Даже Брахма, живое существо, наделенное самой долгой жизнью в этой вселенной. И тот живет сто лет. Нам может показаться, что муравей живет всего несколько дней. Аналогичным образом, на других планетах, где атмосфера отлично от земной, существует форму жизни, приспособленная к условиям на этих планетах. Но ученые пытаются на все смотреть с точки зрения относительных условий Земли. Но это же абсурд. Почему они так поступают? Если все космическое проявление подчиняется закону относительности, то как ученые могут утверждать, что условия на нашей планете должны соответствовать условиям жизни на других планетах? Веды учат, что на любое знание нужно всегда смотреть с точки зрения деша кала патры. Деша значит обстоятельство, кала время, а патра объект. Каждому явлению нужно подходить, учитывая эти три момента. Например, рыба прекрасно чувствует себя в воде, а мы на берегу моря дрожим. Причина этого в том, что наши деша кала патра различны. Но если мы решим, что чайки тоже будут дрожать в воде, это будет вздор. Их деша кала патра опять-таки отличны. В материальном космическом творении 8 миллионов 400 тысяч различных видов живых существ. И каждый из них должен приспосабливаться к обстоятельствам по-своему. Даже на этой планете мы не будем чувствовать себя в своей тарелке, скажем, на Аляске, хотя Аляска это часть Америки. Точно так же живые существа, наслаждающиеся жизнью на Аляске, не переселяются сюда. Карантхара «Стало быть, относительность зависит от занимаемого нами конкретного положения?» Шрила Прабхупада «Да, поэтому и говорится, то, что является пищей для одного, яд для другого». Брахмананда оттого, что ученые не смогут выжить на Луне сами, они думают, что там не сможет жить никто. День, который длится 8 миллиардов 600 миллионов лет. Доктор Синг «Беда в том, что практически каждый в этом мире смотрит на все, исходя из обстоятельств, в которых находится сам. А это абсурд». Ученик «Человек, никогда не покидавший своей деревни, думает, что мир кончается за ее пределами». Шрила Прабхупада «Да, лягушка ко всему подходит с мерками своего колодца. Океан велик, но она измеряет его величие своим аршином. Бог тоже велик, но мы пытаемся соотнести его величие с нашим относительным величием. Есть насекомые, которые рождаются ночью, вырастают, производят потомство и умирают до наступления рассвета. Они никогда не видят утро. Поэтому, если они решат, что утра нет вообще, это будет вздором, так и мы, узнав из шастр богооткровенных писаний, что продолжительность жизни Брахмы исчисляется миллионами наших лет, не верим этому. Мы говорим, как это возможно, но в Бхагавадгите говорится четыре миллиарда триста миллионов лет равны двенадцати часам Брахмы. Даже выдающийся индийский политический деятель, великий знаток Гиты не мог согласиться с этим. Он сказал, что это выдумка. И тем не менее, его принимают за серьезного ученого. Вот в чем проблема. Их принимают за ученых, исследователей и философов, и потому весь мир идет в неверном направлении. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Слушайте в это же время в наших следующих передачах. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Вторая утренняя прогулка Записано 19 апреля 1973 года в парке Чевиот Хиллс Лос-Анджелес Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Синг Брахманан Дасвами Карантхара Дасхадхикари и другие ученики. Отживший Дарвинизм Шрила Прабхупада Материальный мир представляет собой сочетание трех качеств Саттвы Раджаса и Тамаса Благости Страсти и Невежества Которые проявляются повсюду Эти качества в разных соотношениях есть во всех формах жизни Например Одни деревья приносят замечательные плоды тогда как другие годятся только на дрова Это результат того, что они связаны с разными качествами природы Животным также присущи эти три качества Корова находится под влиянием гуны благости лев страсти а обезьяна невежество По Дарвину выходит что его отцом была обезьяна смех Его теория абсурдна Доктор Синг Дарвин говорил что некоторые живые существа вымирают в борьбе за существование способные выжить остаются а не способные вымирают Таким образом он утверждает что выживание и вымирание идут рука об руку Шрила Прабхупада Никто не вымирает Обезьяны не вымерли Непосредственные предки Дарвина обезьяны все еще существуют Каранхара Дарвин постулировал существование естественного отбора но отбор подразумевает выбор Кто же выбирает Шрила Прабхупада Выбирать должна личность Кто позволяет одному выжить а другому погибнуть Должна существовать некая личность обладающая разумом и властью отдавать такие распоряжения Это наше первое утверждение Кто эта личность объясняется в Бхагавадгите Кришна говорит природа действует под моим контролем Доктор Синг Кроме того Дарвин говорит что различные живые существа не были созданы одновременно Они постепенно эволюционировали Шрила Прабхупада Тогда как же он объяснит каким образом начался эволюционный процесс Карантхара Современные сторонники дарвинизма утверждают что первый живой организм появился в результате взаимодействия химических веществ Шрила Прабхупада А я говорю им если жизнь возникла из химических веществ и ваша наука достигла такого высокого уровня развития то почему же вы не можете создать жизнь биохимическим путем в своих лабораториях в будущем Карантхара они говорят что создадут жизнь в будущем Шрила Прабхупада как скоро когда им задают этот принципиальный вопрос они отвечают мы сделаем это в будущем почему в будущем это чепуха не верьте завтрашнему дню чего бы он вам не сулил если они достигли такого прогресса то уже сейчас не откладывая в долгий ящик должны продемонстрировать как жизнь может быть создана из химических веществ в противном случае что толку в их прогрессе они несут вздор Карантхара они утверждают что стоят буквально на пороге создания жизни Шрила Прабхупада это то же самое что сказать в будущем но другими словами ученые должны признать что до сих пор не понимают как возникла жизнь они утверждают что скоро докажут химическое происхождение жизни а это все равно что расплачиваться чеком который оплатят только в будущем допустим я даю вам чек на 10 тысяч долларов и говорю вам что вы сможете получить по нему деньги в будущем а сейчас у меня на счету ничего нет много ли стоит такой чек ученые превозносят до небес свою науку но когда дело доходит до того чтобы продемонстрировать что-то на практике то они заверяют что сделают это в будущем предположим я утверждаю что я миллионер но когда вы просите у меня немного денег я отвечаю хорошо сейчас я выпишу вам чек на большую сумму по которому вы сможете получить деньги только в будущем это вас устроит если вы в здравом уме то возразите дайте мне сейчас хотя бы пять долларов наличными чтобы у меня в руках было нечто осязаемое так ученые в своих лабораториях они не могут с помощью биохимии создать даже травинку но тем не менее заявляет что жизнь возникла из химических веществ какой вздор неужели никто не ставит это под сомнение каранхара они говорят что возникновение жизни объясняется законами химии шрила прабхупада говоря о законе нужно учитывать что кто-то должен был его принять несмотря на весь так называемый прогресс ученые в своих лабораториях не могут создать даже травинку ну какие же они тогда ученые доктор синг они говорят что в конечном счете все возникло из материи живая материя возникло из неживой шрила прабхупада тогда из чего возникает эта живая материя сейчас или ученые утверждают что жизнь возникла из материи в прошлом и не возникает теперь откуда сейчас появляется муравей из грязи недостающие звено доктор синг есть несколько теорий объясняющих как жизнь возникла из материи то есть как живая материя возникла из неживой шрила прабхупада отводя доктору сингху роль ученого материалиста ну хорошо господин ученый почему жизнь не возникает из материи сейчас ученые словно дети твердят что жизнь возникла из материи хотя совершенно не способны доказать это наше движение сознания Кришны должно объяснить это почему они не создадут жизнь прямо сейчас они говорят что в прошлом жизнь возникла из материи и утверждают что это снова произойдет в будущем они даже говорят что создадут жизнь из материи что это за теория они уже заявили что жизнь возникла из материи это относится к прошлому возникло тогда почему теперь они говорят о будущем разве это не противоречие они ждут что прошлое совершится в будущем это детский лепет карантхаря они утверждают что жизнь возникла из материи в прошлом и таким же способом они создадут ее в будущем Шрила Прабхупада но если они не в состоянии доказать что жизнь возникает из материи сейчас откуда им известно что жизнь возникла этим способом в прошлом доктор Синг они предполагают Шрила Прабхупада предполагать может всякий но это не наука предположение может делать кто угодно вы я но нужны доказательства мы можем доказать что жизнь возникает из жизни допустим у отца рождается ребенок отец живой и ребенок живой но где доказательства что отцом ребенка может стать мертвый камень где их доказательства мы легко можем доказать что жизнь берет начало от жизни а источник жизни Кришна это тоже можно доказать но где доказательства того что ребенок может родиться из камня они фактически не могут доказать что жизнь возникает из материи они откладывают это на будущее смех Каранхара ученые говорят что теперь могут написать формулы кислот аминокислот которые в чем-то подобны одноклеточным живым организмам они утверждают что поскольку эти кислоты очень напоминают живых существ то им недостает только какого-то одного звена чтобы создать жизнь Шрила Прабхупада чепуха недостающее звено я готов бросить им вызов смех им не хватает этого вызова недостающее звено это вызов Нобелевская премия Доктор Синг Некоторые ученые надеются что в будущем смогут выращивать детей в пробирках Шрила Прабхупада В пробирках? Доктор Синг Да они намерены соединять мужские и женские клетки в биологических лабораториях Шрила Прабхупада Если они начинают с живых существ то для чего им пробирки? Это не более чем место для соединения такое же как материнская утроба В чем тут заслуга ученых если это и так происходит в пробирке созданной природой? Каранхара природа уже делает это но если какой-либо ученый сделает то же самое его удостоят Нобелевской премии Шрила Прабхупада Да об этом говорится в Шримад Багаватам В этом стихе говорится что те кто восхваляет людей подобных животным сами не лучше собак свиней верблюдов и ослов Доктор Синг Для некоторых ученых Нобелевская премия высшая цель жизни Шрила Прабхупада Да Они умеют играть словами вводят в заблуждение других Брахмананда Нобель это тот кто изобрел динамит Шрила Прабхупада Он принес великое несчастье А своим капиталом субсидирует новые несчастья Смех Брахмананда В гите говорится что демонические люди совершают поступки цель которых разрушить мир Шрила Прабхупада Да Они совершают поступки которые несут несчастье и приведут мир гибели Различия между живым и неживым Шрила Прабхупада указывает своей тростью на дерево Шрила Прабхупада Раньше на этом дереве росли листья и побеги Теперь они не растут Как это объясняют ученые Каранхара Они сказали бы что изменилась химическая структура дерева Шрила Прабхупада Чтобы доказать эту теорию Они должны суметь ввести недостающие химические вещества Чтобы ветви и листья снова стали расти Научный метод включает в себя наблюдение выдвижение гипотезы и затем практическую демонстрацию Тогда он безупречен Но на самом деле ученые не могут продемонстрировать в своих лабораториях что жизнь возникает из материи Они ограничиваются тем что наблюдают а потом болтают вздор Они похожи на детей В детстве глядя на ящик граммофона я думал что внутри сидит человечек и поет или электрический вентилятор Я думал что в нем должен находиться какой-то дух смех Доктор Синг Один из вопросов обычно возникающих при изучении биологии в чем разница между живым организмом и неживым В учебниках говорится что главное различие между ними в том что живое существо может двигаться и производить потомство а для мертвой материи невозможно ни то ни другое Но в этих книгах ничего не говорится о природе души или сознания живого существа Шрила Прабхупада Но сознание главный признак присутствия жизни Живое существо может двигаться и производить потомство только обладая сознанием Человек думает о женитьбе и детях потому что обладает сознанием Изначальное сознание описано в ведах Это означает что Бог первое существо обладающее сознанием сказал Я стану многим Не обладая сознанием нельзя создавать побочные продукты Уважаемые радиослушатели Продолжение чтения книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады Жизнь происходит из жизни Вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах Дорогие радиослушатели Мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады Жизнь происходит из жизни Индивидуальная жизненная сила Шрила Прабхупада Садовники поливают зеленые деревья Почему бы им не полить это мертвое дерево чтобы оно зазеленело Доктор Синг Они по опыту знают что оно не будет расти Шрила Прабхупада Тогда какого элемента недостает Ученые говорят что причина жизни химические вещества Но все химические вещества которые были в живом дереве сохранились в нем до сих пор И они поддерживают жизнь множества живых существ микробов насекомых Так что они не могут сказать что в теле этого дерева нет жизненной энергии Она есть Доктор Синг Но что можно сказать о жизненной энергии самого дерева Шрила Прабхупада Это другое дело Жизненная сила индивидуальна И то живое существо которое было этим деревом ушло Только так можно это объяснить Все химические вещества необходимые для поддержания жизни сохранились А дерево тем не менее мертво Вот другой пример Предположим я жил в какой-то квартире а потом съехал Я уехал но там осталось множество других живых существ муравьи пауки и так далее Поэтому было бы неверно утверждать что квартира больше непригодна для жилья только потому что я с нее съехал Другие живые существа по-прежнему живут там Ушел только я индивидуальное живое существо Химические вещества в дереве можно сравнить с квартирой Они являются для индивидуальной силы души Той средой которая дает ей возможность действовать Душа индивидуальна Я индивидуальность поэтому могу уехать из своей квартиры Микробы тоже индивидуальности обладающие индивидуальным сознанием Двигаясь в определенном направлении они рано или поздно наталкиваются на какое-то препятствие и думают нужно пойти другим путем они обладают качествами личности Карантхара Мертвое тело не проявляет качеств личности Шрила Прокупада Да Это значит что индивидуальная душа покинула это тело Душа ушла поэтому дерево перестало расти Доктор Синг Шрила Прокупада В живом теле бесчисленное множество крохотных живых существ Но индивидуальное я являющиеся хозяином тела тоже находится в нем Правильно я говорю Шрила Прокупада Да В моем теле миллионы живых существ В кишечнике живет много червей Если они станут сильными то будут съедать все что я буду есть и пища не будет приносить мне никакой пользы Поэтому те кто страдает глистами много едят но не растут Они худеют и всегда испытывают голод потому что эти крохотные живые существа съедают их пищу Таким образом в моем теле тысячи и миллионы живых существ Все они личности и я личность но это тело принадлежит мне точно так же как мне может принадлежать сад в котором живут миллионы живых существ Ученик Так что если им Кришна просадом пищу предложенную Кришне то живые существа в моем теле тоже едят просад Шрила Прабхупада Да Вы очень великодушны смеется Вы едите Кришна просадом ради других Каранхара То есть занимаетесь благотворительностью Шрила Прабхупада Да Но у вас так много всего чем они могут питаться что не нужно прилагать дополнительных усилий чтобы накормить их Словам тесно а мыслям просторно Шрила Прабхупада Индивидуальная душа никогда не исчезает Она не умирает и не рождается Она просто меняет тела как человек меняет одежду Это совершенное знание Доктор Синг Но почему ученые не признают этого? Шрила Прабхупада Бывают ситуации когда воспитанный человек смутится или почувствует стыд Но ученые не способны ответить на наш вызов и тем не менее беззастенчиво заявляют что они ученые и смогут создать жизнь Воспитанный человек постыдился бы такое говорить Доктор Синг Они не думают прежде чем сказать что-либо Шрила Прабхупада Человек Прежде чем сказать что-либо дважды подумает Благодаря Кришне нам совсем нетрудно понять что в теле присутствует жизнь Он говорит Как находясь в одном теле душа переходит от детства к старости так в момент смерти она переходит в другое тело душу осознавшую себя эта смена тел не может сбить с толку Этими двумя строками Кришна разрешает все проблемы биологии Вот что такое знание словам тесно а мыслям просторно Тома книг в которых излагается совершенно другое не имеют никакой ценности Лягушки тоже думают Ах как красиво мы говорим Но в итоге их находит змея которая говорит Ага здесь сидит отличная лягушка Шрила Прабхупада имитирует звук который издает змея поедая лягушку Хап и дело с концом Когда наступает смерть всем приходит конец Дорогие радиослушатели Продолжение чтения книги его божественной милости Бхактивиданте Свами Прабхупады Жизнь происходит из жизни Слушайте в это же время в наших следующих передачах Дорогие радиослушатели мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданте Свами Прабхупады Жизнь происходит из жизни Третья утренняя прогулка Записано 28 апреля 1973 года в парке Чевиот-Хиллс Лос-Анджелес Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Синг Каранхарадас Адхикари и другие ученики Ученые Шрила Прабхупада держа в руке розу Может ли кто-нибудь из ученых создать такой цветок в своей лаборатории Доктор Синг Это невозможно Шрила Прабхупада Да невозможно Только посмотрите как изумительно действует энергия Кришны Ни один ученый не может создать такой цветок в своей лаборатории Они не могут создать даже нескольких песчинок И тем не менее заявляют что по уровню интеллекта во всей вселенной с ними никто не может сравниться Это нелепость Доктор Синг Они берут материю Кришны делают с ней что-то А потом заявляют что создали нечто замечательное Шрила Прабхупада Если бы они хотя бы признали что берут материю Кришны Это уже было бы неплохо Мы осознаем что все исходит из Кришны Доктор Синг Но они никогда не признают что берут что-то у Кришны Напротив они заявляют что они и есть создатели Шрила Прабхупада А что они создали? Они берут песок смешивают его с какими-либо химическими веществами и получают стекло Они не создавали ни песка ни химических веществ а взяли их из земли Как и что они создали? Доктор Синг Они говорят Мы взяли материалы у природы Шрила Прабхупада У природы значит у личности Они взяли у природы Но в природе все принадлежит Кришне Все сотворено Богом В Бхагавадгите Кришна говорит что тот кто не совершает жертвоприношения вор Здесь подразумевается признание того что все взято у Кришны Мы должны думать Кришна Ты дал нам так много всего чтобы обеспечить наше существование Единственное чего хочет от нас Кришна чтобы мы признали это только и всего что еще ему может быть нужно от вас что вы в сравнении с ним Мы должны признать доброту Кришны Поэтому прежде чем есть самим мы предлагаем пищу Кришне и говорим Кришна Ты дал нам эту чудесную пищу так что попробуй ее первым а уже потом едим ее сами Кришне Кришна Вот что значит совершенное сохранение энергии Происхождение природы Доктор Синг Есть научный журнал называемый Нейчур природа В нем публикуются статьи о таких явлениях природы как растения цветы минералы но никогда не упоминается Бог Шрила Прабхупада Мы можем заметить что растения порождены природой и будем правы Но следующий вопрос который мы должны задать кто создал природу по настоящему разумный человек будет задавать этот вопрос Доктор Синг Как правило они не думают об этом Шрила Прабхупада Это значит что они не правы Откуда появилась природа Как только речь заходит о природе следующий вопрос должен быть таким природа кого Разве не так В в частности я говорю о моей природе а вы о своей Следовательно как только упоминается природа следующим вопросом должен быть такой Чья природа Природа это энергия А коль скоро вы говорите об энергии мы должны спросить об источнике энергии например если вы говорите об электрической энергии то должны признать что у нее есть источник электростанция как можно отрицать ее существование подобно этому природа не действует сама по себе она находится под контролем Кришны ученик в ведах говорится что материальная энергия действует подчиняясь Кришне Шрила Прабхупада да коль скоро речь идет об энергии то должен быть и ее источник мираж материального мира карантхара геологи изучают слой земной коры чтобы установить происхождение земли Шрила Прабхупада но эти слои ежеминутно создаются и разрушаются сейчас они одни а через полчаса будут другими они постоянно изменяющиеся Кришна говорит в Бхагавадгите материальную природу отличает бесконечная изменчивость поэтому просто наблюдая за самой энергией невозможно обнаружить ее источник сейчас земные слои могут быть черными а позднее стать белыми потом снова черными и так далее это называется пережевыванием жеваного сейчас холодно в середине дня будет тепло а вечером опять похолодает таким образом все материальное творение претерпевает разнообразные перемены наши тела и те меняются все меняется но какая вечная реальность стоит за этими изменениями это должно быть предметом изучения истинной науки уважаемые радиослушатели продолжение чтения книги его божественной милости бактивиданте с вами прапхупады жизнь происходит из жизни вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах уважаемые радиослушатели мы продолжаем чтение книги его божественной милости бактивиданте с вами прапхупады жизнь происходит из жизни ученые не могут обнаружить вечной реальности и потому разочарованные они думают что в основе всего лежит пустота ноль они думают что вечность ноль и когда их спрашивают откуда взялся этот ноль они говорят он появился из ничего поэтому мы должны задать им вопрос как возникло многообразие окружающего нас мира веды гласят что само разнообразие вечно тогда как изменчивое многообразие которое ученые изучают в материальном мире временно это многообразие тень подлинного многообразия подлинное многообразие существует вечно в духовном мире доктор синг то есть материальная вселенная подобно миражу шрила прабхупада да предположим я вижу в пустыне воду но на самом деле ее там нет это иллюзия вода существует но не в этом мираже аналогично этому материальное многообразие которое мы наблюдаем многообразие наслаждений подобно этому миражу мы живые существа созданы для наслаждения но ищем его не там где надо в иллюзии мы подобны животным в пустыне которое гонится за иллюзией воды в мираже и в конце концов погибают от жажды они не могут утолить жажду этой иллюзорной водой так же и мы стремимся создать множество вещей чтобы утолить свою жажду наслаждений но на каждом шагу терпим поражение поскольку материальное существование иллюзия поэтому быть по-настоящему разумным значит задаваться вопросом где реальность где вечная основа стоящая за этой иллюзией только установив это мы сможем испытать настоящее наслаждение четвертая утренняя прогулка записано 29 апреля 1973 года на берегу Тихого океана в окрестностях Лос-Анджелеса Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Сингх Брахмананда Свами Каранхара Дас Адхикари и другие ученики Прогресс ослов Шрила Прабхупада В этом материальном мире все страдают а научный прогресс означает что ученые создают условия для новых страданий только и всего они ничего не улучшают Бахтивинодат Хакур подтверждает это Благодаря своим так называемым научным усовершенствованиям ученый превратился в осла Предположим что надрываясь на работе как осел человек построит небоскреб он может посвятить этому всю жизнь но в конце концов должен будет умереть он не может остаться его вышвырнут из его небоскреба потому что материальная жизнь приходящая ученые постоянно исследуют что-то но если вы спросите их что они делают они ответят о я делаю это для следующего поколения во имя будущего но я спрашиваю а как же вы ваш небоскреб если в следующей жизни вы станете деревом будет ли вам дело до вашего следующего поколения но он не знает что ему предстоит простоять перед своим небоскребом десять тысяч лет на что он может сделать для следующего поколения если не будет бензина что он будет делать и чем ему поможет следующее поколение если он родится кошкой собакой или деревом ученые и вообще все люди должны стремиться вырваться из круговорота повторяющихся рождений и смерти но вместо этого люди все больше и больше запутываются в круговороте рождений и смерти вот цитата Ишрима Бхагаватам в одной строке здесь может объясняться все материальное существование это действительно литература одна строка ценнее тысячелетий исследовательского труда она объясняет откуда происходит живое существо как оно рождается в этом мире куда направляется что оно должно делать и дает много другой важной информации почему вообще ведется борьба за существование ее причина в овиде невежестве а какова природа невежества она обусловлена тем что мы вынуждены трудиться только ради удовлетворения своих чувств или иначе говоря причина нашего невежества в том что мы запутались в материальном удовлетворении чувств ученик стало быть верно что современные научные исследования только увеличивают запросы тела поскольку ученые в конечном счете трудятся для удовлетворения своих чувств Шрила Прабхупады да да игра слов и мировой кризис Шрила Прабхупада в ведах говорится тому кто знает абсолютную истину открывается и все остальное у меня нет ученых степеней но тем не менее я могу бросить вызов ученым почему потому что я знаю Кришну абсолютную истину того кто утвердился в сознании Кришны не могут вывести из равновесия даже величайшее несчастье Шримад Бхагаватам утверждается великие души пришли к заключению что сознание Кришны является совершенством жизни вот какое знание необходимо а не то что мы проведем какие-то исследования выдвинем свою теорию а через 15 лет скажем нет нет на самом деле все обстоит совершенно иначе это не наука это детская игра доктор Синг да да именно так они и совершают открытие с помощью исследований Шрила Прабхупада и какова цена такого исследования этот научный метод вытягивания денег у других только и всего а иначе говоря надувательство ученые играют словами плутоний фотоны водород кислород но что дает это людям когда люди слышат такие слова что они могут на это сказать сначала один ученый до определенной степени объясняет какое-либо явление затем приходит другой и объясняет все заново уже по-иному другими словами но само явление которое они пытались объяснить не меняется так в чем же их прогресс они только написали тома книг сейчас возникла проблема с бензином ее создали ученые если запасы бензина иссякнут что будут делать эти ученые они бессильны справиться с этим куча пыли стоимостью в миллиард долларов шрила прабхупада сейчас в индии не хватает воды но как ученые пытаются решить эту проблему воды в мире больше чем достаточно тогда отчего ученые не обеспечат водой те места где в ней испытывают острую нужду они безотлагательно должны провести ирригационные работы но вместо этого они отправляются на луну покрытую пылью планету чтобы сделать ее плодородной почему они не проведут орошение нашей планеты в морской воде нет недостатка так почему бы им не оросить сахару аравийскую пустыню или пустыни раджастана да отвечают они мы сделаем это в будущем мы стараемся в своей гордыне они недолго думая отвечают да да мы работаем над этим бхагавадгите говорится что тот кто удовлетворяет ненужные желания совершенно теряет разум этот полет на луну ребячество те кто стремится попасть на луну похоже на хнычащих детей ребенок плачет мама достань мне луну поэтому мать протягивает ему зеркало и говорит вот тебе луна сынок и ребенок берет зеркало видит в нем луну и говорит ого у меня есть луна к сожалению это не просто выдумка каранхара израсходовав столько денег на полет к луне и привезя оттуда всего-навсего пригоршню камней в центре космических исследований решили что там больше нечего делать брахмананда теперь они хотят отправиться на другую планету но им не хватает денег путешествие на другие планеты стоит миллионы и миллиарды долларов шрила прабхупада люди трудятся в поте лица а бессовестное правительство взимает с них налоги и тратит деньги впустую такое правительство не должно вызывать симпатии если выбрасывает на ветер с трудом заработанные деньги отобранные у людей теперь руководители государства придумали новую уловку не беспокойтесь говорят они мы собираемся на другую планету на этот раз мы привезем еще больше пыли тонны пыли теперь у вас будут тонны пыли доктор сингх они верят что на марсе есть жизнь шрила прабхупада они могут верить или не верить это их дело мы знаем наверняка что жизнь есть здесь но люди воюют предположим на марсе есть жизнь разумеется она там есть но что нам с того доктор сингх людям любопытно узнать что там происходит шрила прабхупада то есть ради удовлетворения своего детского любопытства им придется потратить колоссальную сумму денег не смешно ли это а когда их просят помочь какой-нибудь нищей стране они отвечают у нас нет денег каково уважаемые радиослушатели продолжение чтения книги его божественной милости бахтиведанты с вами прабхупады жизнь происходит из жизни вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах у с и и